Перекрёсток улиц Малышева и Тормахова – один из самых живописных уголков Лазаревского района. Неподалёку от набережной – многоквартирные дома. И стоит отметить, что место для пикников и прогулок граждане стараются содержать в чистоте. Тем не менее, убирать есть что? Окурки, бутылки, пластиковая посуда, части бетонных конструкций, автомобильный бампер, засохшие ветки и прошлогодние ёлки. Кузов КамАЗа наполнился за считанные минуты. Перчатки, грабли, веники – уже привычный набор для сотрудников Сочинского водоканала, работников администрации, политических деятелей, депутатов городского собрания и неравнодушных к экологии курорта сочинцев. Удалось зажечь в людях эту идею, убирать родной город, наводить порядок. Считаем, что всё-таки наименьшее внимание из-за удалённости всё-таки оказывается Лазаревскому району, поэтому хотим свой долг отдать реке Псизуапсе Лазаревскому району. За время проведения акции «Чистая вода» Евразийского, которая прошла в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России», был наведён порядок в восьми точках города. В Дагомысе, в центре курорта, неоднократно мусор собирался у реки Хирота и здесь, у Псизуапсе. Хочу отметить активное участие в Сочи. Было проведено не менее 25 аналогичных акций, только в Сочи их около 10. На одной реке проблемная Хирота шесть раз собирались участники мероприятия. А так, в целом по краю, до 500 человек в общей сложности, не менее 500 человек в общей сложности приняло участие. Десятки и десятки автомобилей с бытовым мусором были вывезены на свалки, на полигоны ТБО. Результат работы сочинцев – более 100 тонн вывезенного мусора. Вот и на этот раз две грузовые машины были загружены по полной. После уборки участники акции получили приятные подарки за активную деятельность на ведении порядка. Завершился восьмой по счёту субботник «Чаепитие». Но, как отметили сотрудники водоканала, в следующем году десант чистоты вновь выйдет к берегам рек.